Вот так по нескольку раз в месяц Елена Гусева, начальник Ленинского управления социальной защиты, приходит в гости к жителям муниципалитета с почетной миссией поздравить с юбилеем. Сегодняшний юбиляр, как впрочем, и все предыдущие, и будущие особенны. И не только для нее, для всех, кто принимает участие в поздравлениях. Мы вас сердечно хотим поздравить с вашим замечательным юбилеем. Юбилей у вас действительно поистине такой сказочный, 90 лет. Цветы, подарок от губернатора, поздравительная открытка от президента – все для него, для Александра Дмитриевича Милохина, за плечами которого не просто 90 лет, а огромная жизнь, наполненная радостями и печалями, большими событиями и славными делами. Как и многие его ровесники, Александр Милохин попал на фронт в самом конце войны, участвовал в войне с Японией. В армии прослужил целых 6 лет. Вспоминать военные годы и годы после войны, в общем, довольно неприятно, сложно. Ну, как говорят, хоть остался жив, потому что и моего возраста далеко не все вернулись. Вскоре после демобилизации Александр приехал в эти места, на развилку. Стал работать с физистом на газоперерабатывающем заводе. Женился, появились дети. Так, говорит Александр Дмитриевич, в делах и заботах годы прошли. Сегодня он на пенсии, но старается быть в курсе всех событий и очень радеет за молодое поколение. Коль оно молодое, и очень хорошо, если оно будет стремиться к учебе. Рядом в праздничный день сын Игорь, для которого отец всегда был примером. Отец для каждого человека – это образ жизни, восприятие, как ты должен вести себя в жизни. Что отец себя показывал. Всегда был трудовым человеком, работал на двух работах. Вот, всегда от него берешь то, что есть. Это же вот дети, внуки, они же учатся. Но особый, самый главный, наверное, подарок – цветы от внука. И это очень важно сегодня для нашего героя. Внимание близких, их любовь и забота. Татьяна Брылова, Алина Михеева, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.